Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Финиш Здесь лыжников встречают судьи и зрители Выявились победители Это ведровок Михаил Извеков И механик Матвей Зинченко Во дворце культуры Московского автозавода имени Сталина Состоялась товарищеская встреча По классической борьбе Борных команд Советского Союза и Египта В Египте борьба является одним из самых популярных видов спорта Выступают чемпион мира и олимпийских игр Борис Гуревич СССР И Ахмед Шихат Двухкратный чемпион Египта Гуревич проводит бросок Египетскому спортсмену удается уйти из опасного положения Борис Гуревич ведет схватку более активно В легчайшем весе победа присуждается по очкам советскому борцу На ковре чемпион мира и СССР Гиви Картозия Светлая тряго И призер первенства мира по вольной борьбе Мухаммед Хасан Муса Средний вес Гуревич Картозия перевел своего соперника на мост Египетский спортсмен оказывает упорное сопротивление Гиви Картозия заставляет соперника коснуться лопатками ковра Советский борец одержал победу Во всех весовых категориях в состязание выиграли советские спортсмены Густой туман накутал московский стадион «Динамо» в решающие часы финального состязания на Кубок СССР по футболу В борьбе за этот почетный приз участвовало в нынешнем году около 17 тысяч команд И только две из них, «Спартак» и «Реван» и «Динамо» и «Киев» не имели поражения Эти команды впервые участвуют в финальной игре Капитаны команд выбирают ворота Судья международной категории «Латышев» судят эту последнюю встречу на Кубок Спартаковцы «Ревана» в светлых трусах, «Динамо» в цехе в темных Видимость плохая, в таких условиях очень трудно следить за мячом Однако футболисты ведут игру в высоком темпе Нападающий «Кивлян» бьет поворотом «Братарь» Затекян берет мяч Теперь наступают «Спартаковцы» Еревана Они действуют согласованно и активно Защитники «Кивлян» стараются не подпустить их к воротам И не дают возможности сделать сильный удар Мяч снова в игре Его заплатили «Динамовцы» «Кивляне» атакуют Они проходят к воротам «Спартака» Терентьев забивает гол 1-0 в пользу киевского «Динамо» Игра сразу же обостряется «Динамовцы» стремятся закрепить успех Но мяч у вратаря «Спартаковцы» Еревану стремляются в ответную атаку Они создают острые моменты ворот «Кивлян» «Динамовцы» оттянулись на защиту Но им не удалось спасти свои ворота Меркулов забивает гол 1-1 Ничейный результат А в играх на клубах надо обязательно добиться победы Игра становится еще более напряженной Защитник ступи в единоборство отбирает мяч Игра снова переносится на половину поля «Динамовцев» Но мяч в руках у Макарова Обе команды играют с полным напряжением сил «Динамовцы» прорываются в воротах «Спартака» И «Команд» добивает еще один гол Этот гол перешил исход соревнований Впервые Кубок СССР по футболу завоевали киевляне Почетный приз вручен команде победительницы Киевскому «Динамо» В конце октября в столице Чехословакии, Праге Проводился легкоатлетический матч СССР-Чехословакия В нем участвовали сильнейшие спортсмены обеих стран 50 тысяч зрителей с нетерпением ожидали Центрального номера состязаний Бега на 5000 метров От Советского Союза выступают Владимир Куц и Владимир Окоротов От Чехословакии Эмиль Затопок и Уцбергеров Уже в начале дистанции Куц открывается от остальных спортсменов В августе выступая в Швейцарии Владимир Куц установил мировой рекорд на 5000 метров Однако в середине октября этот рекорд был побит в Лондоне англичанином Чаттеруэем Сейчас Владимир Куц ведет состязание в исключительно высоком темпе Олимпийский чемпион Эмиль Затопок и другие участники Прилагают все усилия, чтобы догнать Куцер Но советский спортсмен по-прежнему впереди Он бежит легко и ритмично Эмиль Затопок не оставляет попытки приблизиться к лидеру Но Владимир Куц все ускоряет бег Эмиль Затопок и остальные бегуны Уже отстали от советского спортсмена более чем на 100 метров И разрыв все увеличивается По ходу соревнования Владимир Куц устанавливает мировой рекорд на 3 английских мили Он стремится к новому рекорду и на 5000 метров И это ему удается Владимир Куц пробежал дистанции с исключительным временем 13 минут 51,2 секунды Советский спортсмен установил два новых мировых рекорда Субтитры создавал DimaTorzok